Большинство мероприятий и акций прошли в онлайн формате, как в этом году Красноармейск отметил День России. Какие перспективы у недостроя? Министр строительного комплекса Московской области посетил Красноармейск. Снова открытые для посетителей непродовольственные магазины, салоны красоты и парикмахерские возвращаются к привычному режиму работы. Волонтеры раздавали на улицах ленточки «Триколор», а представители муниципальной и региональной власти передали горожанам поздравления со сцены городского дворца культуры. Как в Красноармейске отметили День России, смотрите далее. Еще один юбилей отметили в онлайн формате. 12 июня страна отмечала День России. Исполнилось 30 лет российскому суверенитету. Круглая дата, но без массовых торжеств. Ограничения в связи с пандемией коронавируса полностью еще не отменены. Но все учреждения культуры подготовили интересные программы для своих подписчиков и провели их в онлайн формате на своих официальных страницах. Волонтеры ДК имени Ленина раздавали ленточки в цветах российского триколора на улицах города. Даже тучки не дают нам унывать в этот праздник, хотя у нас не сняты еще все ограничения. Обычно в День России у нас происходит праздничная программа, но мы готовим мероприятие онлайн, в интернете, в соцсетях для всех граждан. Жителей Красноармейска поздравили с праздником в прямом эфире. Поздравления для горожан передали. Исполняющий обязанности главы администрации Красноармейска Александр Федоров, депутат Московской областной думы Александр Легков, председатель городского совета депутатов Михаил Сухарев и специалист по работе с молодежью Анастасия Гончар. Прямая трансляция шла на официальной странице администрации города в Инстаграм. Запись поздравлений прошла в эфире и в социальных сетях телеканала «Диалог Красноармейска». Посетили наиболее проблемные места Красноармейска и обсудили перспективы завершения строительства многоквартирных домов. Министр строительного комплекса Московской области посетил Красноармейск. Подробности далее. Развалившиеся дома на улице Краснофлотской и Новой Жизни, заброшенные стройки, с неприглядной стороны увидел красноармейст министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев. Но это и было основной целью его рабочей поездки в наш город – обратить внимание на проблемные зоны. Такое поручение губернатор региона дал всем руководителям профильных ведомств Подмосковья. Вместе с исполняющим обязанности главы администрации Александром Федоровым, министр и его коллеги на прошлой неделе осмотрели несколько адресов. Не обошлось без критических замечаний по поводу состояния дорог и тротуаров, площадок для сбора ТБО. На улице Краснофлотской министр увидел состояние дома номер 16 и поинтересовался, как реализуется в Красноармейске программа расселения ветхого фонда. Весной этого года на Краснофлотской был выделен участок под строительство дома для расселения. Здесь планируется построить двухсекционный дом на 308 квартир. Из них большая часть квартир предназначена для расселения. Сейчас переезда ждут 291 семья из 20 ветхих домов Красноармейска. Владимир Локтев осмотрел стройплощадку и встретился с подрядчиками. И подчеркнул, что на этапе проектирования необходимо учесть все нюансы, чтобы в дальнейшем не было сбоев в работе. Мы вроде сейчас нарисовали дорожную карту, а жизнь диктует нам другие правила. У нас это готово, это готово, а по факту увидим, что будут проблемы. Поэтому, когда будет обороны, надо активно подключиться и посмотреть, как у коллег идет, чтобы эта ситуация не ушла из-под контроля. Министр подчеркнул, что муниципалитет финансировать строительство должен частями, чтобы не допустить ситуации, когда деньги выплачены полностью, а объект достроен только наполовину. Также Владимир Локтев обратил внимание местных властей о необходимости усилить работу по информированию граждан, ждущих переселения. Незапланированным в рабочей поездке было посещение школы номер один. Здесь министр встретился с директором Надеждой Гоц. По ее словам, здание образовательного учреждения нуждается в реконструкции. Владимир Локтев пообещал оказывать содействие в решении этого вопроса. Несколько лет ждут окончания строительства дольщики ЖК «Новая жизнь». И это тоже одна из острых проблем нашего города, хотя территория и не является муниципальной. Министр встретился с представителями компании-застройщика ДВМ «Групп». Выяснилось, что уже с 17 июня инвесторы готовы приступить к работам. Владимир Локтев сообщил, что по результатам рабочего визита в Красноармейск будет составлен отчет для губернатора Московской области. Итоги визита подвел исполняющий обязанности главы администрации Александр Федоров и председатель горсовета Михаил Сухарев. Мы прошли по проблемным точкам южной части города пешком до площадки, где находится дом под переселение, и потом через первую школу, обозначая все проблемы, дошли до квартирного дома, который не может быть достроен с 2014 года ДВМ «Групп». Все проблемные моменты были зафиксированы, наши просьбы обозначены. Очень надеемся, что правительство услышит нас и какие-то моменты поможет. Было получено устное обещание министра в помощи по капитальному ремонту, а может быть даже реконструкции первой школы. Очень надеемся, что данная проблема будет решена. Я остался как депутат, как председатель Совета Депутатов, очень довольный. То, что мы прошли по южной части города пешком, то, что увидели реалии нашего города, эти неубранные мусорки, эти неокошенные трава, эти дохлые крысы, эти сгоревшие дома. Понимаете, это все надо ликвидировать, но не сразу. Александр Борисович только приступает к своим обязанностям. Надеемся, что будет все хорошо. И еще раз приезд министра вселяет оптимизм и уверенность в развитии нашего города. Салоны красоты и парикмахерские снова принимают клиентов и работают по новым правилам. Требования действуют в отношении сотрудников и посетителей. О новых правилах расскажем в нашем сюжете. В Красноармейске наконец открылись салоны красоты и парикмахерские. Правда, режим и правила салонов слегка изменились в целях безопасности сотрудников и посетителей. Мастер должен работать в маске, шапочке, перчатках и в медицинском халате. В некоторых салонах мастера работают еще и защитными экранами на лицах. Все поверхности салона должны регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами. После каждого клиента 10 минут мы дезинфицируем лампочками, у нас специальные антисептики, мы обрабатываем кресла, все принадлежности, все у нас дезинфицируется. Вот что еще придется иметь в виду при посещении салона. Приходите в маске и в перчатках. Маску нельзя снимать во время стрижки и окрашивания. Нельзя будет подождать в салоне, пока освободится ваш мастер. На входе вам должны предложить обработать руки антисептиком и выдать бахилы. Непродовольственные магазины Красноармейска после долгого перерыва возвращаются к привычному графику работы. Какие магазины уже открыли двери для покупателей? Смотрите далее. С 25 июня в Подмосковье будут сняты все ограничения с предприятий торговли. Пока в Красноармейске остается закрытым торговый центр «Центральный». Раньше других в нашем городе начали работать магазины площадью не более 400 квадратных метров. Основным из требований было наличие отдельного входа с улицы. Под эти параметры, как выяснилось, подходит большинство непродовольственных магазинов города. Обязательным условием остается соблюдение дистанции и ношение средств индивидуальной защиты. Естественно, открывая наше предприятие, мы вынуждены и обязаны соблюдать все санитарные нормы. При входе у нас есть информация для жителей о соблюдении дистанции и о том, что предприятие обслуживает клиентов в масках и в перчатках. Весь торговый зал разграничен отметками социальной дистанции. Все сотрудники нашего предприятия работают в средствах индивидуальной защиты, в масках и в перчатках. Регулярно проводится санитарная обработка всего торгового зала. Если покупатель приходит в магазин и у него нет маски, его будут обслуживать? Мы не в праве обслуживать таких покупателей. Маска, перчатки, социальная дистанция – это стали, к сожалению, правилом нашей жизни. Их нужно соблюдать всем, тем более в общественных местах. В каждом отделе у нас стоят санайзеры, где покупатель может обработать руки. А также можем, если клиент без маски, предоставить ему бесплатно маску. Поэтому всех жителей мы просим соблюдать меры осторожности, быть внимательны и к себе, и к окружающим. А покупатели не отвыкли от вот таких обычных магазинов? Мне кажется, нет, не отвыкли, но, по-моему, они очень рады, что все потихоньку открывается. Члены гаражного кооператива «Лада» провели очередной субботник на своей территории. Навалы мусора рядом с гаражами – ситуация, которая носит в Красноармейске системный характер. Представители городских властей уверены, что для решения этой проблемы есть несколько вариантов. Подробности далее. Гаражно-строительный кооператив «Лада» – один из самых больших красноармейских. На его территории расположено около 650 гаражей и хозблоков. А враг за ГСК уже несколько лет заваливают строительным мусором. Решать проблему с несанкционированной свалки вынуждены владельцы гаражей. Раз в год, во время субботников, они собирают порядка 30 кубометров мусора. Причем его вывоз оплачивает все члены кооператива. У нас и так, получается, больше 100 тысяч уходило в год на этот мусор. Плюс еще теперь аренда бачка. Учитывая, что из 600 гаражей у нас 90% старое поколение, ну как бы люди пожилого возраста, сдавать на вывоз мусора тех, кто возит москвичей, им очень тяжело. По словам собственников гаражей, строительный мусор, обломки, шиферы, разбитые кирпичи и даже старую сантехнику сюда свозят на грузовиках с окрестностей Красноармейска. И винят в этом московских дачников. Городские власти обратили на это внимание. Во время проведения субботника сюда приехали исполняющие обязанности главы администрации Александр Федоров, заместитель главы администрации Сергей Никитин и председатель Совета депутатов Михаил Сухарев. На первом этапе предлагается организовать площадку для сбора мусора на въезде в ГСК, чтобы дачники не сваливали отходы во враг за гаражами. Но в корне эта мера проблему не решает, поэтому власти обсуждают и другие варианты. Первый вариант, который мы прорабатываем с вами, это председатель ГСК. Мы готовы ли они на себя взять, ответственность огородить. Но она сказал, что денег у них нет, одни бабушки с горожкой. Я в части этой согласен. Второй вариант, это инвестор, который готов взять этот участок для своих нужд в аренду. С ним проговариваем, для того, чтобы он смог его отгородить и предотвратить тем самым свои разборки. Он, по-моему, более надежный вариант. Ну, конечно, он заинтересован. По факту земельный участок не используется. Так мы сможем в казну города получать ежегодно денежные средства. А с другой стороны, мы экологию поднимем в этой части, потому что хозяин всегда будет отвечать. А по поводу выставления участка, формирования выставления на аукцион, мы в дальнейшем уже технически все проработаем с вами. Несанкционированные свалки в районе гаражей – это проблема практически всех ГСК в Красноармейске. Если в гаражном кооперативе «Лада» ее удастся решить таким способом, то администрация будет выставлять на аукционы и другие участки за гаражами, которые сейчас завалены мусором и ничего, кроме вреда, городу не приносят. Предприниматели Красноармейска предоставляют свои программы лояльности для мобильного приложения «Красно.Лайф». Это означает, что пользователи приложения могут получать товары и услуги бесплатно, если являются постоянными клиентами той или иной торговой точки. Как этим пользоваться, расскажем прямо сейчас. Мобильное приложение «Красно.Лайф» помогает горожанам экономить. Все больше предпринимателей подключаются к программе лояльности, чтобы порадовать своих постоянных клиентов. Как это работает? В приложении «Красно.Лайф» есть целый раздел «Лояльность», где собраны бонусные карты партнеров. Если вы постоянный клиент кофейни «Кофе с собой», просите бариста отмечать в приложении каждую купленную кружку кофе. Накопив 6 стикеров, предъявите их в кофейне и получите кружку кофе, не заплатив ни рубля. В доме номер 9 на проспекте Ленина есть цветочный магазин, который тоже сотрудничает с «Красно.Лайф». Покупая букет от 1000 рублей, вы можете отметить фишку. Когда фишек будет 5, в магазине вам подарят цветочную композицию или 5 роз. Перекусываете шаурмой на конечной станции? Программа лояльности от «Шаурмафии» тоже есть в приложении «Красно.Лайф». Накопите 9 фишек и 10 шаурму вам дадут бесплатно. Теперь «Шаурмафия» работает на доставку. Любое блюдо можно заказать через приложение в разделе «Еда». В меню «Шаурмафии» не только блюда из лаваша, а еще горячие закуски, салаты и выпечка. Также заказать доставку еды можно из кафе «Гиацент» и «Арагви». А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь и напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, заходите на наш сайт tv-красно.ру, скачивайте приложение «Красно.Лайф» и вы всегда будете в курсе городской жизни. Продолжение следует...